Доброе время суток, уважаемые родители! Мы продолжаем наши встречи. И сегодня мы с вами поговорим о теме, которая, судя по вашим обращениям, по вашим вопросам, волнует с одной стороны, с другой стороны, очень много разных мнений, каких-то взглядов. И сегодня мы постараемся разъяснить вам все эти аспекты с медицинской классической точки зрения. Итак, речь пойдет о витаминах, о их применениях, о их нахождениях в продуктах и так далее. Итак, что такое витамины? Витамины – это биологические вещества, самые разнообразные по своему химическому строению. Нет такого класса витаминов, скажем, какой-то отдельный, как белок, как жиры, как гормоны, как ферменты. Это класс веществ, который объединен одной общей задачей для человеческого организма. Чтобы понять задачу, давайте переведем само название. Витас по-латыни – это жизнь. Минус по-латыни примерно звучит в переводе как улучшенное качество. То есть, соединив эти две части, мы получим перевод примерно такой – улучшение качества жизни. То есть, витамины можно дать определение – это вещества, которые улучшают качество жизни. Ну, такое вот определение. Для чего же они нужны? Ну, на самом деле, витамины – вещества, которые влияют на огромное количество процессов в организме. Это и обмен веществ, это и состояние органов и систем самых разных, это и активация процессов пищеварения, нервной системы, дыхания и так далее, и так далее. Дозы витаминов очень малы – это мили и микрограммы. Но при длительном отсутствии или уменьшении этих доз возникают патологические процессы в человеческом организме. Надо учитывать еще вот такой фактор, который, ну, скажем, судя по вашим комментариям, большинство из вас не учитывает наоборот. Это вопросы усвояемости всасывания витаминов из продуктов и всасывания витаминов при их потреблении в виде препаратов, синтетических каких-то форм и так далее. Это имеет очень большое значение. На самом деле желудочно-кишечный тракт, очень чувствительный к вопросам всасывания витаминов и малейшее его повреждение, оно влечет за собой недостаточность всасывания. Соответственно, снижается дозировка, которая поступает в организм, и организм находится в состоянии длительного гиповитаминоза. Мы с вами тоже определимся с терминами гиповитаминоз. Гипос – это мало, то есть недостаток витаминов. И гипервитаминоз – это много. Гипер – это много, то есть передозировка витаминов. Значит, для того, чтобы понять, что все-таки нужно и какие витамины как влияют на организм, давайте мы с вами поговорим о каждом витамине чуть-чуть в отдельности. И в дальнейшем, если у вас по какому-то витамину возникнут вопросы, или вы захотите какие-то подробности, то давайте мы с вами это обговорим, обсудим, вы задавайте вопросы, мы будем отвечать. Итак, прежде чем мы начнем вот такой поход по витаминам, давайте определимся в их классификации. Все витамины делятся на две группы, ну, скажем так, на две с половиной группы. Сейчас я объясню, в чем дело. Основанием их разделения является растворимость. Ни в одной другой классификации веществ такого нет, а вот для витаминов есть. Поэтому все витамины делятся на две группы. Вода растворимые витамины – это витамины, которые растворяются в воде и, соответственно, выводятся из организма достаточно легко. Это витамины группы В, В1, В2, В6, В12. Это витамины С, или аскорбиновая кислота. Это витамин П, или биофлавин. Это витамин ПП, или никотиновая кислота. Это фолиевая кислота. И это витамин, который называется витамин Аж, или биотип. С жирорастворимым витамином относятся, там все проще, относятся четыре витамина. Это витамин Д, витамин А, витамин К и витамин Е. И почему я сказал две с половиной группы? Есть еще одна группа, выделяется. Но, вот здесь будьте внимательны, это не витамины, как таковые. Это вещества, ну, скажем, витаминоподобные, или похожие на витамины по своему действию на организм, но никакого отношения к витаминам и соответственно к их воздействию на организм они не имеют. Это так называемый витамин У, это карнитин, это липолевая кислота, это уротовая кислота, это витамин, он так называется, В15 или пантаган, и такое вещество, которое называется холин. Вот эти вещества, они подобны витаминам, но их действие гораздо слабее, чем витамины, их действие гораздо менее эффективно, и соответственно, по большому счету, мы особо на них сегодня не останавливаемся. Итак, давайте начнем потихонечку проходить по витаминам. Я вам даю характеристику витамина, его дозы на взрослых, для взрослых, соответственно, дозы для ребенка будут другие, их нужно будет пересчитывать. И, нет, они примерно составляют, в зависимости от возраста, от 1,6 до 1,4, от взрослой дозы. Ну и, соответственно, мы поговорим о характеристике, о влиянии этого витамина каждого на организм человека, ну и, соответственно, о продуктах, которые эти витамины есть и так далее. Итак, начнем по порядку. Витамин В1, или он еще называется тиамин. Второе название – это название фармацевтическое. То есть, так он называется в аптеках, так он называется в каких-то синтетических веществах. Ну и, кроме того, если он берет какие-то биологические добавки для ребенка, то, в общем, очень хорошо, но там тоже идут фармацевтические названия. Итак, В1, или тиамин. Что он делает в организме человека? Прежде всего, он регулирует обмен веществ – белковый, жировой, углеводный, и, что наиболее важно для организма, минеральные обмены. Он регулирует работу органов кровообращения, работу органов пищеварения, функцию нервной системы. Суточная потребность, ну, если вот вы будете фиксировать или записывать, пожалуйста, я повторю медленно. В каких продуктах максимально большое количество витамина В или тиамина? Это хлеб и булочные, хлебобулочные изделия, подчеркиваю, из муки грубого помола. Это крупы, гречневая, овсяная, пшеничная. Это соя. Это гороховые или бобовые продукты. То есть, горох сам, фасоль – это говяжья печень. И в большом количестве витамин находится в дрожжах. Ну, где-то для любителей пива могу сказать, что… Только детям не давайте, пожалуйста, таким образом витамин. Что витамин В1 находится и в пивных дрожжах, тоже, соответственно, в пиве. Значит, когда может возникнуть недостаточность витамина В1? Ну, прежде всего, это неправильное употребление продуктов. То есть, употребление хлеба, хлебобулочных изделий только из муки тонкого помола. То есть, не грубый. Это избыток углеводов в питании. Вот при наличии такого вот крена в питании в углеводы, ну, при каких-то диетах особенно, да, они резко дают возможность образоваться недостатку витамина В1. Кроме того, недостаток витамина В1 всегда возникает при заболеваниях пищеварительного тракта. Это колиты всякие, энтериты. Это глистные инвазии, глистные инфекции обязательно. Причем, не сколько нахождение лямбли, сколько глистов, вот, аскориды, острицы и так далее. Это связано с нарушением всасывания витамина, который поступает в организм человека. При клинический гиповитаминоз В1 отмечается в раздражительности головной боли, ослаблении памяти, снижение аппетита, ну, и может возникнуть частое сердцебиение, позже немножко боли в животе, запоры. Вот это клинические проявления гиповитаминоза В1. Поэтому, если вот есть такая клиника, то можно, вот, обратить внимание на то, как ребенок питается, ну, и увеличить соответственное употребление витамина В1. О следующих витаминах мы с вами поговорим на нашей следующей встрече. Будьте здоровы, берегите себя, ну, и, как говорится, не переключайтесь.